В селе Кашба Гладянского района всего одна школа. В ней учатся ребята с 1 по 9 класс. Учебно-воспитательный процесс поставлен на уровне, а вот материальная сторона до некоторого времени сильно хромала. В школе не было подходящей для учеников мебели. Зимой замерзали, а на уроках информатики больше узнавали о компьютере со слов учителя, нежели на практике. Когда программа по поддержке участия граждан в развитии сообщества начала реализовываться в селе, его жители однозначно определили проблему, на решение которой пойдут предлагаемые финансы в размере 20 тысяч долларов. Очень важно, с конвенцией цели, что у меня есть проблема, что это самое важное, что это самое важное. Я был президент с паренью, и до конца я уверена, что лучше платить больше, чем у них один пик, и результат не будет. Одним из условий реализации программы является вклад сельчан в размере 20% от общей стоимости проекта. Деньги собирали всем селом. Инициативная группа во главе с директором школы обратилась и к публичной администрации. На средства из местного и республиканского бюджета была куплена и установлена котельная на дровах и соломе. Практично и экономично для селян. Деньги, полученные через ЮСАИД, пошли на закупку школьной мебели и оборудование кабинета информатики. Теперь, пройдя по классам, трудно поверить, что школа сельская. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Изменился не только внешний вид школы. Чувствуется позитивная энергетика участников программы, способных и знающих, как изменить жизнь села в других аспектах. В селе Душмань Гладянского района инициативная группа сельчан определила другую проблему. Молодых мам много, а вот ясельная группа детского сада не функционирует более 10 лет. Родинница Креш Андреежный саду Душмань, группа Креша функционирует. В селе Душмань Гладянского района инициативная группа сельчанами была приобретена мебель и необходимый для работы с детьми инвентарь. ЮСАИД профинансировала ремонтные работы. Теперь в ясельной группе детского сада Андрееж функционирует система отопления. Малыши играют на полу с подогревом, и даже санузел изменил свой дизайн. Цветная раскраска стен помогает развиваться детям и поднимает настроение воспитателям и родителям. Нужно отметить, что все проекты осуществлялись с высокой транспарентностью. Каждый сельчанин был в курсе, на что были потрачены средства. Важно, что в каждом селе есть инициативная группа из 12 человек, которые обучены, которые уже имеют навыки объединить людей, навыки общения с местными властями, с местными бизнесменами, с гражданами, чтобы убедить их в важности тех идей, которые они хотят реализовать. Они теперь знают, что все зависит от них. Они не будут ждать, чтобы кто-то пришел и решал за них их проблемы. Созданные благодаря программе по поддержке участия граждан в развитии сообщества условия поистине хороши и полезны для общества. Но самое главное, участники программы поверили, что могут быть услышаны и изменить жизнь к лучшему. Ирина Ворнова, Алексей Майоров, Телерадио Белт.